Общее сведение. Плечевое сплетение сформировано ветвями нижних шейных спинномозговых нервов с 5 с 8 и первого грудного корешка TH1. Нервы, исходящие из плечевого сплетения, иннервируют кожу мышца плечевого пояса и всей верхней конечности. Клиническая неврология различает тотальное поражение сплетения, паралич Келлера, поражение только верхней его части, с 5 с 8 и проксимальной. Паралич Дюшен-РБ и поражение только нижней части, с 8 с 8 и 1, дистальный паралич Дежирин-Клюмпки. В зависимости от этиологии плечевой плексид классифицируется как посттравматический, инфекционный, токсический, компрессионный, шимический, дисметаболический, аутоиммунный. Среди плексидов другой локализации шейный плексид, пояснично-крестцовый плексид, плечевой плексид является наиболее часто встречающимся. Широкое распространение и полиэтиологичность заболевания обуславливает его актуальность как для неврологов, так и для специалистов. В области травматологии, ортопедии, акушерства, гинекологии, ревматологии, токсикологии. Плечевой плексид – причина возникновения. Среди факторов, обуславливающих плечевой плексид, наиболее распространены травмы. Повреждение сплетения возможно при переломе ключицы, вывихе плеча, в ТЭД. Часть привычном вывихе, растяжении связок или повреждении сухожилия плечевого сустава, ушибе плеча, резаных колотах или огнестрельных ранениях области плечевого сплетения. Зачастую плечевой плексид возникает на фоне хронической микротравматизации сплетения, например при работе с вибрирующим инструментом использования костылей. В акушерской практике общеизвестен акушерский паралич Дюшен-Эрба, являющийся следствием родовой травмы. Второе место по распространенности занимает плечевой плексид компрессионной шимического генеза, возникающий при сдавлении волокон сплетения. Подобное может произойти при длительном нахождении руки в неудобном положении во время крепкого сна у постельных больных при сдавлении. Сплетение аневризма и подключичной артерии опухолью, посттравматической гематомой, увеличенными лимфатическими узлами, добавочным. Шейным ребром при раке панкоста. Плечевой плексид инфекционной теологии возможен на фоне туберкулеза, бруцелеза, герпетической инфекции, цитомигалии. Сифилиса после перенесенного гриппа ангины. Дисметаболический плечевой плексид может иметь место при сахарном диабете, диспротеинемии, подагре и тому подобных обменных заболеваниях. Не исключено ятрогенное повреждение плечевого сплетения при различных оперативных вмешательствах в области его расположения. Симптомы плечевой плексид манифестируют болевым синдромом плексалгии, носящий, стреляющий, ноющий, сверлящий, ломящий характер. Боль локализуется в области ключицы плеча и распространяется на всю верхнюю конечность. Усиление болевых ощущений наблюдается в ночное время, провоцируется движениями в плечевом суставе руки. Затем к плексалгии присоединяется и прогрессирует мышечная слабость в верхней конечности. Для паралича дюшена эрботипичная гипотония и снижение силы в мышцах проксимальных отделов руки, приводящие к затруднению движений. В плечевом суставе отведение и поднятие руки, особенно при необходимости удержания внею груза, сгибание ее в локтевом суставе. Паралич дежиринклюмбки, напротив, сопровождается слабостью мышц дистальных отделов верхней конечности, что клинически проявляется затруднением выполнения движений кистью или удержания в ней различных предметов. В результате пациент не может удерживать чашку полноценно, использовать столовые приборы, застегнуть пуговицы, открыть ключом дверь. И тому подобное двигательные расстройства сопровождаются снижением или выпадением локтевого и корпорадиального рефлексов. Сенсорные нарушения в виде гипостезии затрагивают латеральный край плеча и предплечья при проксимальном параличе, внутреннюю область. Плеча предплечья и кисть при дистальном параличе. При поражении симпатических волокон, входящих в нижнюю часть плечевого сплетения, одним из проявлений паралича дежиринклюмбки может выступать симптом горно-раптос, расширение зрачка и нафталием. Кроме двигательных и сенсорных нарушений, плечевой плексид сопровождается трофическими расстройствами, развивающимися вследствие дисфункции периферических вегетативных волокон. Отмечается постозность и мраморность верхней конечности, повышенная потливость или ангидроз, чрезмерная истонченность и сухость кожи, повышенная ломкость ногтей. Кожа пораженной конечности легко травмируется, раны длительно не заживают. Зачастую наблюдается частичное поражение плечевого сплетения с возникновением либо проксимального паралича дюшинерба, либо дистального паралича дежиринклюмбки. Более редко отмечается тотальный плечевой плексид, включающий в себя клинику обоих перечисленных параличей. В исключительных случаях плексид носит двусторонний характер, что более типично для поражения инфекционного, дисметаболического или токсического генеза. Диагностика Установить диагноз плечевой плексид невролог может по данным анамнеза, жалобам и результатам осмотра, подтвержденным электронеорографическим исследованием, а при его отсутствии электромиографии. Важно отличать плексид от невралгии плечевого сплетения. Последнее, как правило, манифестирует после переохлаждения, проявляется плексалгия и парастезиями, не сопровождается двигательными нарушениями. Кроме того, плечевой плексид следует дифференцировать из поленевропатии, мононевропатиями нервов руки, невропатии серединного нерва, невропатии локтевого нерва и невропатии лучевого нерва, патологии плечевого сустава, артритом, бурситом, артрозом, плечелопаточным, переартритом, радикулитом. С целью дифференциальной диагностики и установления этиологии плексида при необходимости проводится консультация травматолога, ортопеда, ревматолога, онколога, инфекциониста, УЗИ плечевого сустава, рентгенография или КТ плечевого сустава, МРТ области плечевого сплетения, рентгенография легких, исследование уровня сахара крови, биохимический анализ крови, определение рефы с реактивного БЛКПР. Обследование